Всем привет! У меня сегодня новое видео, и я хочу рассказать вам о моих шлейфовых ароматах, о моих стойких ароматах. Ну, просто поразмышлять на эту тему. У меня очень часто спрашивают, какие у тебя самые шлейфовые, какие самые стойкие. Нужно сказать, что всё не так... всё не чёрное и белое. Ещё и серый есть оттенок, и в нём очень-очень много всяких других оттенков. Итак, стойкость аромата для меня не является основным критерием, когда я выбираю аромат. Нужно сказать, что если я выбираю аромат, который стоит 200 евро, я требую, чтобы у него была стойкость. И для меня это становится важным, потому что всё-таки это 200 евро, а не 20. Если я покупаю аромат за 20 евро, для меня не так важно, какая там стойкость. Для ясности нужно сказать, что те ароматы, которые стоят 20 евро, есть из них те, которые очень стойкие. Поэтому цена здесь тоже... это такое вот очень относительное. В общем, чем дороже... чем дороже стоит аромат, тем больше у меня к нему требований. Я хочу, чтобы он был стойкий, я хочу, чтобы бутылочка была более интересная, чем бутылочка, например, простая, прямолинейная, потому что всё-таки это деньги, которые мы платим. Поэтому стойкость — это относительно. Стойкость можно добиться немного большим количеством пшиков. Я считаю, что стойкость — это... Как бы сказать, для меня это не так важно ещё и с той точки зрения, что я люблю менять ароматы. Я иногда утром в одном аромате, днём в другом, вечером в третьем. Я не всегда три раза в день мою голову. Иногда два раза в день. Если, например, между этими двумя разами было море, например, да? То есть для меня стойкость в некоторых случаях — это скорее помеха, чем плюс. То есть, да, чем больше мне нужно отдать денег за аромат, тем выше у меня к нему требования. И, например, вот пример, да? Амуаж, сан, вот этот вот жёлтенький аромат, на мне он категорически не стойкий. Я не считаю, что аромат, который стоит 300 с хреном евро, он может себя так вести. Я требую, чтобы он был стойкий. Если бы он стоил 15-20, то, конечно же, тогда эти требования были бы намного более низкие. Но, в общем, стойкость — это так. Это с какой стороны посмотреть. Если вы тот человек, которому важно, чтобы аромат был стойк, вы не любите его менять, или у вас всего лишь он один, который вы используете каждый день, утром, вечером, зимой, летом, и, ну, грубо говоря, вы пропитались этим ароматом, да, ваша одежда тоже, то для вас, наверное, это важно. И я понимаю, что это важно. И я постараюсь, я здесь выбрала несколько ароматов с десяток, которые, я считаю, что они стойкие, которые можно купить. Это не значит, что все эти ароматы, которые у меня там и там, где вы их не видите, они не стойкие. Просто это те, которые, ну, более-менее покроют большую аудиторию. Шлейфовость. Шлейфовость ароматов — это тоже такой вопрос, да. Кому-то нравится, когда шлейф. Мне очень нравится, когда я иду, передо мной аромат, сзади меня аромат, вокруг меня. Мне очень нравится ходить в таком облаке ароматов. Я понимаю, что сейчас кто-то может сказать, что мне абсолютно наплевать на других людей. Ну, в принципе, так и есть. Не, конечно, я выбираю, куда облако можно на себя надеть, а куда нельзя. Есть такие места, куда я вообще хожу без аромата, в принципе. Поэтому облако — это только тогда, когда я понимаю, что это уместно и это можно сделать. Так что для меня шлейфовость аромата, она тоже, она для меня не всегда важна, и для меня она не всегда интересна. Например, есть такой аромат у меня. Я не хочу, чтобы он шлейфовал, абсолютно. Я хочу, чтобы он был при мне, и чтобы его от меня можно было услышать, когда вот прям близко-близко. Это вот такая вот эссенция от Narciso Rodriguez. Отличный аромат, совершенно шикарный. Я его очень-очень люблю, и мне абсолютно не важно, шлейфовый он или нет. Он стойкий. Я не хочу, чтобы он был шлейфовый. Это не в том дело, что я как-то ревностно к нему отношусь. Это обычный аромат. Он продавался в магазинах. Его купили миллионы людей, наверное. Это не какая-то лимитированная супер штука, что я как-то ревностно к этому, моя прелесть, да. Ну, просто этот аромат я хочу, чтобы он был при мне. Шлейфовость еще зависит от метода нанесения, естественно. Потому что чем... В общем, сейчас я вам покажу. Два абсолютно одинаковых аромата. Это Tender Poison от Dior. Здесь есть распылитель, здесь его нет. В этом аромате у нас вот такая вот хрень, которой вы должны на себя этот аромат... Как он пахнет? ...наносить. Естественно, подобным образом аромат не будет так шлейфить, как он будет шлейфить, когда все это дело распылится. Очень-очень мелкодисперсным здесь распылителем. Это важно знать. И если у вас аромат именно вот такого плана, и вы не понимаете, он вроде бы как стойкий, но он не шлейфит. Ну вот, нужно просто его, может быть, перелить в распылительную бутылочку, и будет вам счастье. Также я еще хочу сказать о том, что текстура аромата, именно текстура и именно консистенция очень важна. Например, у меня здесь есть аромат Black Mask от Body Shop. И есть масло от Body Shop. Масло куда более ароматное. Оно куда более ароматное, потому что здесь просто концентрация ароматных масел. Здесь эти же масла, но они в спиртике. Угадайте, что шлейфит лучше? Вот это. Хотя здесь вот просто масло в чистом виде. Поэтому, а еще плюс ко всему, естественно же, это масло, оно еще, оно не просто в чистом виде, так оно еще и в таком виде, с такой вот палкой-копалкой. То есть, как оно пахнет, невероятно. Шлейфа от него практически никакого. От этого шлейф есть. Хотя стойкость здесь гораздо более интересная. Так что, как шлейфовость, так и стойкость, ребята. Это на любителя. И в зависимости от того, что вам хочется, что вам нравится, хотите ли, чтобы аромат был шлейфовый. Может быть, вы не хотите. Может быть, вы хотите, чтобы от вас вроде бы как пахло, а вроде бы как и нет. У меня есть одна такая подруга, которая, она пользуется ароматами абсолютно точно, потому что я их видела у нее. И иногда я их даже от нее слышу. Но ей абсолютно не важен шлейф. Ей, наоборот, важно, чтобы аромат был, но какой-то очень незаметный, какой-то очень, знаете, мимолетный. При этом она всегда совершенно искренне делает мне комплименты моим ароматам. Хотя я всегда делаю много пшиков. То есть на себе она любит вот так. Но, тем не менее, ощущать ароматы на других людях она тоже любит. То есть все это зависит от того, как вам это все дело нравится. Сейчас я вам покажу подборочку своих ароматов, которые, я считаю, очень шлейфовыми, очень красивыми. Но нужно сказать, что, например, есть такие марки, которые, но они априори, они будут шлейфовые. Они такие. Например, у Шанель. Шансы Шанель, они всегда шлейфовые. Алюр Шанелевский, он тоже шлейфовый. Жадора Диор тоже. Мисс Диор тоже шлейфовые ароматы. Шлейфовые ароматы, например, маленькое черное платье от Герлен. Абсолютно точно. Причем все издания, несмотря на то, что будет ли это издание какая-то там летняя лимитка, она более легкая, либо вот оригинальный аромат, либо еще какой-то там. Они все шлейфовые. Есть такие бренды, которым, может быть, просто им неинтересно делать шлейфовые ароматы. Вот, например, с этим брендом, который здесь у меня, это Джульетта с пистолетом. Вот у меня вот такой вот аромат от них. Это Lady Vengeance. И я пробовала у них все ароматы, все, которые у них есть. И некоторые ароматы у них абсолютно не шлейфовые. Абсолютно. А некоторые очень-очень-очень. То есть, наверное, еще это зависит от композиции. Ну и, может быть, от того, как создатель решил, нужно ли, чтобы этот аромат сидел близко к коже, либо нет. Либо ему нужно кричать. Сейчас я вам покажу подборку всех своих шлейфовых ароматов. Итак, начнем с этого. Это один из моих любимых ароматов вообще. Опять же, я знаю, какое отношение к Ивроше. Кто-то Ивроше любит, кто-то Ивроше не переносит на дух, на нюх. Я считаю, что тем, кто не переносит на дух и на нюх, никогда ничего не пробовал, эти люди очень-очень много теряют. Это обалденный аромат. Это у нас So Elixir Purple. У меня их два открытых. Еще есть закрытые ароматы. Шикарный аромат. И у него шикарный шлейф. Поэтому зачастую цена аромата абсолютно не говорит о том, что аромат будет стойкий или не стойкий, шлейфовый или не шлейфовый. Есть ароматы, например, в 7 известной колонии от Jo Malone. Там ни стойкости, ни шлейфовости вообще нет. А стоит один аромат от Jo Malone как два вот этих вот по 50 мл. Кстати говоря. Следующий аромат это вот такая вот штучка. Ну, это я уже просто показывала, да? Рассказывала. Allure Sensuelle. Кстати, опять показываю. Я об этом уже вскользь упоминала. Еще раз показываю вам бутылку. Почему-то всем кажется, что у меня колпачок от какого-то... Либо это подделка. Подделка колпачка, да? Либо это другой цвет. Ребята, аромат куплен в Финляндии, по-моему, в Токмане. Никакой здесь нет подделки. Колпачок вот такого цвета. Колпачок такого же самого цвета, как и колпачок на официальном сайте. Поэтому, пожалуйста, это уже... Я не знаю, сколько комментариев насчет этого колпачка, но вот он такого цвета. Так что вот, этот аромат очень шлейфовый. Очень. Вот вообще все Шанели, они шлейфовые. Например, Шанель... Шанель. Жадор от Диор. И это у меня версия Ля Псулю. Он сам по себе очень концентрированный. Очень. Он немного менее шлейфовый. Но просто потому, что я... У меня тенденция его немного меньше на себя наносить, чтобы не задохнуться самой. Поэтому вместо 8-10 пшиков, которые я делаю, 8-10, а не 8-10, я делаю, ну может быть, 4 вот этих вот пшиков. Дальше. Ароматы Лолит Олимпика. Мне кажется, что, наверное, многие знают эти ароматы. И они все шлейфовые. В эту же группу можно внести ароматы Джуси Кутюр. Они тоже все шлейфовые. Ароматы Джуси Кутюр, они очень крутые, очень яркие. Их можно любить, можно не любить. Кто-то говорит, что ужасные бутылки, ужасные какие-то китч-бутылочки некрасивые. Или слишком какие-то детские. Мне кажется, что там и бутылочка как раз в тему, и ароматы сами яркие, шлейфовые, сладкие, красивые, радостные. Они приносят радость, эти ароматы. Один из зеленых ароматов с бамбуком. И он супер стойкий. И он супер шлейфовый. Это один из моих любимцев. В общем-то, это Трус от Кевин Клайн. Шикарный аромат, шикарный, ребята. И когда вы идете с этим ароматом, в этом аромате, и дует ветерок, и вот за вами этот шлейф такой, знаете, очень приятный. Зеленый, сочный, освежающий. Это просто самая лучшая вещь, что только может быть в ароматном мире. Ну, практически самая лучшая вещь. Супер классный, супер классный аромат. Кстати, ароматы мои любимые Кевин Клайн и унисексы, которые One и которые Be, они тоже очень шлейфовые. Конечно же, для того, чтобы добиться шлейфовости One, там нужно 10 пшиков, а то и 15. Так, чтобы, знаете, чтобы хорошо этот шлейф шел за вами. Но это все можно сделать. Кстати, не далее, чем вчера, я обратила внимание на то, сколько делает пшиков мой муж. Я очень часто, опять же, слышу какие-то недовольные комментарии в мой адрес, что вот я делаю 8 пшиков, и это как бы много. Он, наверное, пшиков 6-7 делает. Иногда, когда мы идем куда-то, ну, 6-7 это когда ему никуда в какое-то официальное место, либо никуда не приглашены, ему как бы просто хочется на себя ароматить. Нанести это вот 6-7 пшиков, 5-6-7. Когда мы куда-то идем, то это облив полным ходом. Вот примерно как я. 8, то и 10. Я иногда некоторые ароматы, я их наношу даже больше, чем 8 или 10 пшиков. Но это зависит от аромата к аромату. И, может быть, кому-то покажется, что это что-то ужасное, что это просто какая-то химическая атака, что это просто, что рядом со мной стоять невозможно. Но на самом деле это абсолютно не так, ребята. Это, может быть, слышится странно, но слышится альфакторно, это очень даже неплохо. Еще один аромат. Тут и стойкость, и шлейфовость. И этот аромат я люблю, чтобы от меня его было слышно. Так же, как я люблю, чтобы от меня этот аромат все слышали. Это мой один, опять же, из любимейших аромат Deep Red. Это шикарный аромат. Шикарный. Я, кстати, была очень удивлена в одном из видео, не помню в каком, я рассказывала об этом аромате, о том, как сильно он мне нравится, как сильно я его люблю и как долго я его люблю. Уже практически лет 20. И я была удивлена, как мало людей, оказывается, знают этот аромат. Это нужно срочно исправлять. Я уверена, что он вам понравится. Он крутейший аромат, крутейший просто. Это один из тех ароматов, которые и в пир, и в мир, и утром на работу, и в магазин за помидорами. Я даже не знаю, почему я говорю в магазин за помидорами. Я не так уж даже люблю помидоры. За артишоками. В магазин за артишоками. И вечером на вечеринку. Это тот самый паспарту, который всем понравится, ребят. И он шикарный, и шлейф у него длиннющий, шикарнющий. И облако вокруг вас такое, что все будут в него купаться. И я никогда не слышала, чтобы он кому-то не понравился на мне. Может быть, есть люди, которые просто не любят этот аромат, но на мне все так вот ведут носом в положительном смысле. Еще один аромат, который я хочу вам показать. Это зеленый аромат. И тем не менее, он тоже очень-очень шлейфовый. И стойкий. Это вот такая вот штучка от Артизан. И это экстремальная молодая фига. Шикарный аромат. Шикарный. Я помню... Не так давно я выходила куда-то. Мы куда-то шли вечером, мне кажется. И я так сделала. Он так щедро. Наверное, Пшиков 12. И на одежде этот аромат еще был потом 2 дня. Вот. Поэтому это меня очень-очень радует. И Пшиков здесь хорошо можно сделать и не задохнуться. И сам аромат очень интересный, очень-очень красивый. Если вы ищете, кстати, фигу, я задокументировала практически мою эпопею поиска фиги инжира. Смок вы как хотите, так и называйте. У меня есть видео, в котором я сравниваю этот аромат и аромат от Диптик. И шикарный, шикарный аромат фиги. Если вы ищете, если вы в охоте на данный момент, обратите внимание. Я уверена, что вам понравится. Здесь именно такая, знаете, зеленая фига. Очень сочная зеленая фига, которая не будет вас душить абсолютно. И еще у меня здесь на столе есть пара ароматов. Один аромат, который я считаю шлейфовым. И почему я его показала именно этот, да? Это Исаймияки. Обычно, если мы не берем флауэр байкинзо, цветочек кинзо, потому что тот шлейфовый, очень-очень-очень шлейфовый. Обычно, например, японские ароматы у меня несколько есть. У них не такой большой шлейф, как бы мне хотелось. Они стойкие, они приятные, но шлейфа там нет. Скорее всего, это специально так сделано, потому что все-таки японцы, они опираются на свои многовековые традиции. Они не любят быть... Не любят, когда кто-то покушается на их личное пространство и не любят покушаться на личное пространство других людей. Нас учили на уроках японского каждую фразу, каждое вступление в разговор непременно начинать с фразы «извините», с «мимо сэн», то есть это когда вы изменяетесь за то, что вы отбираете у человека время. То есть уже это, да, о многом это говорит. То есть вы хотите спросить, да, например, как туда пройти, как сюда пройти, и вы должны извиниться перед этим. И это не простой вот типа «экскьюзми», да. «экскьюзми» — это больше... Это не «извините», это «минуточку внимания вы просите». Ну, в общем. Короче, когда люди неинвазивные сами по себе, они имеют тенденцию делать и ароматы неинвазивные. Но вот этот вот «исеймияки», и, кстати, у «исеймияки» у них более яркие, более инвазивные ароматы, чем у «кинзо». И вот этот вот, он сладкий, что странно для японских ароматов. И он очень стойкий, и он очень шлейфовый. Но и опять же, какая здесь бутылка! Боже, её так удобно, её так приятно держать в руке, как будто бы, знаете, стекло взял, какой-то гигант вот так вот сломал, вот, помял, но не сломал, и вам это всё отдал обратно. Это «Плис Плиц», «Плиц Плиц» наоборот. И очень-очень-очень крутой аромат. К сожалению, мне кажется, он немножко недооценённый. Не знаю, почему он очень интересный. Я, естественно же, все ароматы оставлю, все названия оставлю внизу для вашего удобства. И последний аромат, который я принесла, но опять же, нужно сказать, что это не все ароматы, которые шлейфовые, которые я считаю шлейфовыми, которые я считаю стойкими. Это «Поэма Тунком», это у меня ещё старенькое издание. Очень красивый аромат. Туда же идёт мой любимый ещё «Трезор», туда же идут все эти фланкеры «Трезора», которых просто легион целый. Они все стойкие, и они все шлейфовые. И приятно, приятно ощущать этот шлейф. Поэтому вообще стойкость и шлейфовость – это такое. Знаете, это не, скажем, это не причина отказываться от покупки действительно хорошего аромата, который вам нравится. Опять же, если вы, например, покупаете аромат, который стоит действительно очень дорого, и у него нет стойкости, у него нет шлейфовости, наверное, вопрос отпадает сам собой. Зачем платить такие деньги и получить нестойкую жижу? То есть, стойкость важна, шлейфовость важна, но не для всех, и не со всеми ароматами. Для меня стойкость важна, но, опять же, не всегда. Для меня стойкость иногда бывает больше помехой, чем плюсом. Шлейфовость, опять же, не все ароматы я хочу, чтобы они были шлейфовые. Большинство – да, большинство – да, но не все. И вот, я надеюсь, что это видео ответило на ваши вопросы. Если у вас есть все-таки вопросы какие-либо, пишите, пожалуйста, я буду рада на них ответить, если я, конечно же, знаю ответ. Пишите мне, какие ароматы вы считаете стойкими, шлейфовыми, самыми красивыми, самыми крутыми. Расскажите, знаете ли вы Deep Red, или вы из тех людей, которые не знают. Если вы не знаете, тогда тестируйте его, он крутой. На этом все. Хорошего дня. Пока.